Розаевские депутаты выбирали нового мэра. Выбирали, как всегда, с колоритом, свойственным только политикам этого города. Назначили сессию, обозначили повестку, пригласили нового главу района. Казалось бы, все по регламенту и согласно установленным правилам. Только вдруг что-то пошло не так. Нас часто обвиняют в несерьезном отношении к розаевским властям. Предлагаем вам посмотреть и самим решить. Ну как тут можно иначе? Мы не хотели ничего плохого, ведь наступает новая эра в жизни города железнодорожников. Власть меняется. Хочется верить, что к лучшему. Да и голосование обещало быть напряженным. Два кандидата на пост мэра. Одного обижать не хочется, он давний знакомый. Другого нельзя. Его поддерживает глава района. Перед началом этой сессии они несколько раз пересаживались. Думали, поможет. Только оказалось, что от перемены мест депутатами. Результат не изменился. Кто за то? Кто выбрал Слинкина Виктора Александровича назначить на должность главы администрации городского поселения? Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержавшись? Воздержавшись. Против? Против? Против. Никто тоже не. Я как понял, никто за не заголосовал. Никто не голосует. Потому что голосуйте один раз. Вы сейчас уже больше не голосовали. Я предупредил, что голосует каждый депутат один раз. Если он проголосует. Мы учитывая мужество Виктора Александровича, понимаем ситуацию. Это самое странное голосование, возможное для самих рузаевских депутатов. Никто ни за что. Самим интересно, что теперь напишут в протоколе. В итоге будет в протоколе написано, что за Косынкина никто не проголосовал. То есть его кандидатура не проходит на должность главы администрации. Сколько? Сколько? Тоже никто. А кто воздержался? Никто. Ноль. Что мы пишем сюда? Пишем ноль. Не приняли участие? Приняли участие. Не приняли участие. Серьезные собрания. Солидные люди. В результате решили не переголосовывать за Косынкина. Никто, так никто. Как-никак решение принято единогласно. Следующий кандидат – бывший работник МЧС. Возглавлял в Рузаевке пожарную часть, теперь решил занять мэрское кресло. Депутаты запаниковали. Рузаевцы – народ особый, все принимают близко к сердцу и везде видят какие-то знаки. Если, я считаю, у нас и в район пришли люди из МЧС, и сюда приходят МЧС, значит, действительно у нас в районе провальное состояние. Значит, мы хотим каким-то авральными методами это решать? Вопрос интересный. Если даже сессия Совета городских депутатов в Рузаевке проходит так жарко, может быть, новый мэр сможет охладить этот мелкополитический пыл? Я не обещаю, что все вопросы могут сразу решаться. Постепенно, постепенно все эти вопросы будем решать. Проблем в Рузаевке действительно много. Плохие дороги, недостаточное уличное освещение, отсутствие культурных объектов. Бывший мэр Юрий Романов. Четыре года пытался все это решить. Новый глава района призвал сделать это интенсивнее. Нужно и освещение, и тротуары, и водоснабжение, и канализование. Масса проблем. Масса проблем. Но все делают люди. Было бы желание. Все можно сделать. В общем, мэром Рузаевки, хоть и при необычных обстоятельствах, был единогласно избран Валерий Родионов. Очень надеемся, что депутаты будут ему помогать в работе. Людмила Кусерова, Александр Данилов. Наши новости. Рузаевка.